МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наташа, ты возвращаешься на сцену, взяла ребенка, теперь танцуешь. Какие у тебя ощущения? Ощущения? Ощущения радостные, потому что хотелось вернуться, войти в форму как можно быстрее, станцевать. Но, как оказалось, это непросто, и, ну, надеюсь, все пройдет хорошо. Родилась в городе Краснодаре. Занималась художественной гимнастикой с трех лет. Мы ездили в Минск, ну, часто на машине, вот, и в одну из поездок на обратном пути с семьей попали в аварию. Мне тогда было лет шесть или семь. Мама не стала, у папы тоже серьезно. У меня тоже был серьезный перелом ноги. Говорили, что вообще ходить не буду даже. Год я лежала в больнице, целый год на вытяжке. И сначала там на костылях, а потом постепенно заставляли просто ходить. После аварии уже пришлось повзрослеть, потому что первое время мы остались, папа, брат и я. В общем, я была как бы единственной, скажем, девушкой в семье. С четырех лет я пошел кататься. И как-то это дело мне очень засосало. Очень мне нравилось то, чем я занимаюсь. В 1980 году открыл школу фигурного катания полноценное с искусственным льдом в городе Волгограде. Этот процесс стал еще более увлеченным. Я помню, отец всегда меня направлял так. Ну вот, я там устал, я не хочу заниматься этим, мне все надоело. Ну что ж ты, сынок, ты же вот в таком малом деле не можешь. А как же ты будешь жить дальше? И как-то они невольно меня направляли. То есть где-то меня так подстегивали тихонько. Мое самолюбие. Краснодарский климат, это откладывало отпечаток на характер, эмоции? Думаю, что да. Всегда было хорошее настроение, даже в училище. Я помню, был какой-то период, когда я только вот пришла. Мне все время все говорили, почему ты все время улыбаешься, смеешься. Я не знаю, почему, мне вот почему-то всегда было хорошее настроение. Мне нравилось то, чем я занимаюсь, потому что для меня это было новое. Пришла из художественной гимнастики, и какие-то, ну, данные, способности у меня уже были. И может быть, даже побольше, чем у некоторых других ребят. Имея возможность ездить в то время по стране, и наблюдая жизнь в своем родном городе, я понимал, что я не хочу прожить такую жизнь, как многие. Как в кино, утром на работу, вечером с работы. Наверное, серьезная, как бы, школа такая уже жизненная пошла. Когда в 16 лет я уехал из дома. Я уехал из Волгограда, я уехал в Санкт-Петербург, в школу парного катания. Я чувствовал, что это мой шанс, что если я его не использую, то, может быть, я буду об этом потом, ну, очень долго жалеть. Пусть у меня даже, я думал, что пусть у меня не получится. Но, по крайней мере, я приложу усилия какие-то. То есть я рискну. То есть я считаю, что все равно все спортсмены согласны с этим или не согласны, они все равно игроки. То есть мы все равно адреналинозависимый. Нам все равно нужен какой-то драйв, риск какой-то, элемент неожиданностей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 У меня очень долго не складывался дуэт. Три или четыре года, четыре, я, в общем-то, проболтался как бы бестолку. Сначала я катался с одной девочкой, не получилось, потом начал кататься с другой. Мы встали в хору с Татьяной Татьмяниной. На первой тренировке у нас получились такие достаточно серьезные прыжки, и я понял, что надо работать. Восемнадцать лет Наталья Сомова решила попробовать свои силы в Москве. Музыкальный театр имени Саниславского и Неровича Данченко ее приняли сразу. А уже через два года Наталья станцевала свою первую главную партию – Адетту Адилью. Потом была Маша в Щелкунчике, Хитрый в Дон Кихоте и, наконец, Золушка. Ты танцуешь партию Золушки, чем тебе эта героиня интересна, близка, прежде всего? Близка, наверное, своей открытостью, непосредственностью, какой-то наивностью, детскостью, если так можно сказать. Я видел и Лебедина, видел Дон Кихот, Золушку. Не знаю, мне она нравится везде. Просто от человека исходит энергия, и эта энергия, она передается мне, как зрителю. КОНЕЦ Максим Маринин со своей партнершей Татьяной Татьмяниной пять лет жили и тренировались в Америке, в Чикаго. Понимать вообще процессы, которые происходят вокруг тебя в данный момент, и люди, которые тебя окружают, лучше их понимать, наверное, вот это вот и подталкивало к изучению философии, психологии. Я понял, что любая ситуация, которая происходит, она для чего-то. В первую очередь для того, чтобы не ты изменил ближнего, а ты изменился сам в лучшую сторону, потому что человек, который рядом с тобой находится, он своего рода зеркало, он отражает твои недостатки. Главное не сваливать вину на кого-то, если что-то не получается, копнуть внутрь себя и посмотреть, что ты делаешь не так. Самое удивительное, пожалуй, самые мои спокойные соревнования были, это Олимпийские игры 2006 года. Но я считаю, что до этого с Татьяной мы прошли очень серьезный путь. И глядя на всех Олимпийских чемпионов, общаясь с ними, ты понимаешь, что чаще всего выигрывают не люди, которые крутят больше, задирают ноги выше, скажем так, и те, которые именно морально для этого созрели. В тот момент у нас так совпало, что мы были и на пике формы, и именно как личности уже созрели для того, чтобы выиграть. Ну что, сделай мне, сделай одну фразочку, сделай, встала в четвертую. Да, ну-то нет, если я начну нормально, то я сделаю нормально до конца. Вальс, давай! На соревнованиях международных скейт-америк в Пенсильвании Таня получила серьезную травму, стрясение мозга. На помощь в Америку к нам приехала женщина, зовут ее Елена Дерябина, она психолог. Она помогала мне, в большей степени мне и Татьяне преодолеть психологические последствия данной травмы. Как-то у нас с ней зашел разговор о моей личной жизни, и я это хорошо на тот момент понимал, что я уже сейчас нахожусь на таком уровне, что я сам себе не принадлежу. У меня нет свободного времени, чтобы заниматься своей личной жизнью. И я ей об этом откровенно сказал, что, наверное, встретить человека, которого я хочу, который вот был бы, скажем, именно внутренне мне близок, шансы практически один к ста. На что она мне сказала, что я знаю одного человека, который тебе наверняка понравится. Я говорю, да, ну, я вот, да, я даже вообще не хочу. Но, с другой стороны, я говорю, ну, давайте, попытка, не пытка. Вот. И так мы познакомились с Наташей. Мы встретились на чемпионате мира в Москве в 2004 году. Происходило все постепенно, но уже с первой встречи возникло какое-то доверие. Знаете, как вот, вот просто встретил человека и понял, что вот мое, скажем, нашел свою вторую половину. Немногие об этом знают, это об этом знают только я и Наташа, но момент после падения, когда мне нужно было преодолеть свой страх. И вот сегодня должны состояться соревнования, где все должно вот это произойти. Ну, как бы, или все, или ничего. То есть, или ты туда, наверх, или вниз. Мне позвонила Наташа, я говорю, приезжай. Она приехала, мы сидели, не говорили вообще ни о чем. Просто сидели, молчали, смотрели друг на друга. Такое умиротворение я почувствовал, мне так спокойно. Я чувствую, плевать мне на всех, вот перед ней я не должен оплошать. Сегодня я должен показать, что, ну, в конце концов, я мужчина. Что я могу себя преодолеть, и это должен сделать просто ради нее. Наташа, ты когда вернулась в театр после рождения сына? Вернулась уже через три недели, начала заниматься потихоньку. Макс не был против такого скороспелого, быстрого решения? Нет, против не был, даже наоборот, он был за, и во всем мне помогал, как мог. Семейная жизнь – это как бы не праздник, все равно это работа определенного рода. Приятная работа. Ну, мы стараемся, чтобы она была приятной. Ну, и мы чувствуем ответственность все равно по отношению друг к другу, и тем более, что в нашей семье появился еще один человек. Вот, и чувство ответственности, пусть оно растет по мере роста этого маленького человека.